Представлены разные луки разных регионов и разных военных традиций. Например, первые два лука у нас представляют собой исключительно такой прям восток. Первый лук это аварский, десятый век, ранний монгол, можно сказать так. Второй лук, который ниже него, является турецким луком. В целом они чем-то могут быть похожи, но аварский лук он чуть подлиннее. В принципе, кочевники делали не очень большие луки просто для того, чтобы им было удобнее наверхом стрелять с лошадей. Потому что на более крупных луках это будет сделать достаточно неудобно. То есть вот во время растяжки лука он как раз еще уменьшается и сидя верхом на лошади он не мешается. То есть это имеет свое обоснование. Чуть ниже турецкого лука находится у нас версия новгородского лука, тоже на одиннадцатый век. Имеет тоже такую около рекурсивную форму. Вот, собственно, так он выглядит. У него рукоять смещена чуть ниже, чтобы центр лука, соответственно, ложилась стрела. Вот. Таким вот образом. Является чем-то, можно сказать, универсальным, то есть чтобы, ввиду рекурсивной формы, как бы, чтобы была какая-то минимальная возможность тоже пострелять с лошади, например, и пеший солдат мог тоже комфортно им пользоваться. То есть этот рекурсивный лук, он сделан не по конкретной находке или какому-то конкретному региону. Он, ну, просто рекурсивный лук из цельного дерева, который, можно сказать, такая просто распространенный тип, какая-то разновидность. Значит, два последних лука являются, можно сказать, одинаковыми. Разница у них разве что в сильной натяжении. Это английский longbow. То есть если первые два лука использовались кочевниками, имели они небольшую форму, то английская лучная стрельба осуществлялась в основном пешими солдатами, поэтому рассчитывалось, что оно сугубо, грубо говоря, на пешего солдата сейчас. Сколько длина вот сейчас лука? Ну, я метр семьдесят, а он чуть выше меня. Ну, два. Ну, может быть, около того, да. Исходя из геоформы уже можно понять, что из него с коня не постреляешь, но справедливость ради стоит сказать, что у японцев был тоже достаточно крупный лук. Я не вспомню сейчас название его, вот. Но у него была сильно смещена рукоять вниз, вот, что позволяло, возможно, использовать какие-то преимущества longbow, но при этом стрелять с лошади. То есть у него вот здесь была рукоять, позволяло стрелять, но у longbow это вот уже чисто пеший лук, скажем так. Стрелы тоже могли отличаться, они могли отличаться по наконечнику, по длине оперения, по типу пера. То есть это все сказывалось, в частности, на полет стрелы. Например, более короткое оперение, стрела летела не так далеко, но она вроде как летела быстрее. С длинным оперением, наоборот, летела дальше. Стреляем из Новгорода. В данный момент. Какая техника была стрельбы? Правый тянули, левый тянули рукой. Это зависит также от региона. Например, я стреляю средиземноморным хватом техникой стрельбы. Есть восточная техника стрельбы, там стрельба осуществляется уже через кольцо. Собственно, Новгород. Аварский. Так, было Новогородский, это Аварский. Но натяг идет проще у рекурсивного лука, то есть у луков-кочевников будем так их называть, если угодно. Лонгбоу, он более жесткий в натяжении. Вот. А что касается меткости, там, дел привычки? Меткости, ну, на самом деле, в какой-то степени, да. Тут, ввиду того, что нет какого современных луков, прицелов каких-то, приходится целиться по стреле, и тут надо как-то уже ориентироваться и, грубо говоря, привыкать. Это был английский лунгбол. Какой вот самый крутой натворитель? Мне больше всего нравится английский лунгбол. Ну, просто потому, что у нас еще и 20-килограммовый он. Мне он больше нравится, потому что у него более как-то жесткий выстрел и стрела гораздо эффективнее и дальше летит. Особенно, если приходится сейчас в каком-нибудь турнире, где расстояние от мишеня постепенно увеличивается. Гораздо проще стрелять мне с более тяжелого лунгбола. Вот. Не знаю, возможно... Не знаю, мне просто больше нравится лунгбол. Рекурсивы, безусловно, тоже хороши, но симпатия у меня больше к английскому. Субтитры делал DimaTorzok